Всем доброе утро! Сегодня 6 октября. Я собираюсь на учёбу, я уже накрасилась, волосы выпрямилась вечером. Я приболела. Если быть точнее, два дня назад у меня начало болеть горло, я сразу начала его лечить. Сейчас оно у меня першит. Ну, короче, всё нормально, церпимо. Сегодня будет очень насыщенный день, и кое-какая новость для вас. Сейчас я ничего не говорила, потому что я не была уверена в том, что это всё-таки будет, это произойдёт. В конце влога скажу, может, в середине влога, после учёбы, в общем. Я сейчас иду себе кушать. Сегодня мы выступаем в университете с отчётом по практике. Опять, опять вот эта практика, которая... Мне она очень понравилась, практика и так далее, но почему-то выбрали меня, чтобы я рассказывала о том, как прошла практика. Но мне не сложно. Я выступлю быстренько и поедем мы с Ангелиной ко мне домой. Будем собирать мне вещи, подбирать наряды немножко. Кое-куда. И будем делать ей педикюр. Вот. Слава богу. У меня нет температуры. У меня чисто гора очень першит. Я прям уснуть сегодня не могла. Вот. Ещё думаю, что бы мне сегодня надеть. Хотелось бы покрасивее выглядеть. Я всё-таки выступаю сегодня. В общем, сейчас всё приготовлю и вернусь к вам. Всё, я приехала. За мной следом Ангелина. Бежала. Всё, мы в кабинете. Холодно, блин. Надо халат надевать быстрее. Сейчас будет ничего-то делаться. Чё, болеешь? Ничего. Всё, пошли мы на палату. И смотрим, да, желательно на белом фоне, да, чтобы видно было. То есть не фурма окошка, а на белом фоне. А чё так много ли? Очень много. Купаем с 4 медной купоросной, и сейчас гинем жёлтую кровяную соль. Там чё, их несколько, наверное? Один-два, один-два, может быть. Чё-нибудь поменялось? Да, она красная стала. Где она? Она вон, да. Чтобы на верху встал. А вот тут у тебя знаешь сколько? Штуки 3-4. Я её вообще неправильно сделала. Спасибо. Вот, смотрите, что получается. Вот. Ребята, смотрите, что у нас получилось. У нас растёт? У нас растёт, наверное. Угу. Такой, наверное. Юля, покажи ему, у тебя он всё красиво. О, нифига. Вы видите, там пузырчатая она. А где? Смотри внимательно, она пузырчатая. У Юры сердечко получилось какое-то. Покажи-ка, если у тебя на камере видно, я чуть не понимаю. Вон, смотри. Сердечко. М-м-м. Хулебяку с яблоком не хочешь? Кого? Хулебяку с яблоком не хочешь? Она так и называется. Хулебяку с яблоком не хочешь? О, она хорошая цвет. Опа, это начинает. Посмотрите, что мы сейчас будем есть. Давай пока звонок не позвонил. Всё, всё, приятно. Лапе с этим башней резать. Что, в ловке сидим? Такой ужин. Ну, они обед смыслы. Обед проходит успешно. А то мы наелись. Я не наелась. Нет, я не хочу больше делать на день. И это становится. Всё, пара номер два начинается. Нам, слава богу, поставили четвёртую пару на третью. Но, к сожалению, тут ещё надо до пяти торчать. Мы решили, может, это яйца, да. О, дай бог, это скоро закончится всё. И мы пойдём домой. Пять, у нас уже закончились две пары. Должны были, или будет, три сейчас, вот такие две было. Мы ждём, когда же мы скорее уже выступим и уйдём домой. Выступление вы не увидите. Там, если быть точнее, ничего интересного. Всё, что было в конце июня, то же самое. И сейчас будет. Вот. Так что всё. Встретимся после конкурса. конкурса, и вы узнаете, какое мы место заняли. Сиполикой Эрго мы должны были сфотографироваться. Сразу же, как только вышли с автобуса. Следующий. Фактически в первый день нам пришлось, то есть не пришлось. Ребята, мы дома. Молодец. В общем, на конкурсе я себя не снимала, ничего не снимала вообще. До этого мы заняли первое и третье место. Можете нас поздравить. Сейчас мы будем составлять с Ангелиной мне аутфиды. Я так, кстати, не говорила, куда и зачем. Мы с Никитой летим в Москву на пару дней к друзьям. Такие дела, так что ждите влоги. Надеюсь, мне не будет стрёмно там снимать. Это мы посмотрим. Сейчас я бегу готовить кушать. Нам нужно сделать Ангелине педикюр. Мне нужно быстренько собрать вещи. В принципе, это всё недолго. Собирать вещи, так что нормально. А Никита её мучает? Ну, так же, как и ты. Так что да. И надо будет откупаться. Всё. Это все планы на вечер. Думаю, ляжем сейчас где-то. Завтра я еду на первую пару. Ангелин мне поможет сумку дотащить до уника. Так что вот. Всё. Как сядем кушать, вернёмся к вам. Ребята, мы сейчас с Ангелиной сидим, обсуждаем то, как мы заканчивали 11 класс, то, как мы сдавали в феврале. Точнее, я сдавала вообще в марте или в апреле. Мы сдавали итоговое сочинение. В итоге это просто какой-то был кошмар. Мы не понимали, что нас ждёт, как к этому готовиться. Но с горя попала мы сдали итоговое сочинение. Если быть точнее, там не было ничего сложного для меня. Но всё равно было страшно. Репетиторы стоят дорого. Хороших сейчас уже практически совсем не найти. Если вы запишетесь в какую-нибудь, любую другую онлайн-школу, вы либо будете не успевать за темпом работы, либо, наоборот, захотите поскорее углубиться в новую тему. Выпускникам 2023 года, сдающим ЕГЭ ОГЭ, очень повезло, ведь есть онлайн-школа Сотка. Она подготовит вас к экзаменам по минимальной фиксированной цене. В онлайн-школе Сотка отучилось уже более 80 тысяч учеников, треть которых сдала ЕГЭ на 80+, а выпускники девятых классов сдали ОГЭ на 4+. Вас подготовят с любого уровня именно на тот балл, на который нужно вам сдавать, чтобы поступить в вуз, который вы выбрали. В этой онлайн-школе молодые и опытные преподаватели, приятная атмосфера и также преподаватели на волне со своими учениками. Также у ребят очень быстрая проверка домашки. В среднем это занимает минут 20. Я считаю, что это очень круто, потому что ты сразу можешь понять, понял ты тему или нет. А вот занятия можно смотреть как онлайн, так и пересматривать в любое удобное для тебя время. Пробники пишут и проверяют каждый месяц, так что ты сможешь легко проследить свой прогресс, насколько ты уже готов к экзамену. И самое крутое, что ребята сейчас ведут запись на этот учебный год по минимальной цене. Есть два тарифа, стандарт и про. Стандарт стоит 3650 рублей в месяц, а про 4650 рублей в месяц. Скоро цена будет подниматься, поэтому торопитесь записаться прямо сейчас. Но при покупке обучения от меня вам будет подарок. Это курс по подготовке к итоговому сочинению. Я всем советую приобрести этот курс по итоговому сочинению, потому что он вам очень-очень сильно поможет при сдаче. Оставляя заявку на пробный урок, вам перезвонят и ответят на все ваши вопросы. Мне нравится жить в Питере, потому что мы сели кушать. Вещи выбрали. Сейчас косметику ужираем. Совсем приятного аппетита. Мы выходим с недели в магазин. Мы они сегодня почти ничего не сделали. Мы уже девять вечера. Десять получат. Ой, блинский блин. Все нормально. Все успеем. Вдолью в пять утра. Всем спокойной ночи. Я уже милю одежду. Вообще мне ничего не так кажется, мне ничего не нравится. Я просто никуда не езжу. Мы леем. Как-то красно. Напишите, как вам есть аксессу. Ну как? Жизнь, все в пуске. Вот так десять раз. Че? Вот так десять раз. Че? Это нас. Вот. У нас уже третий лук. Ну нет, не нравится мне все. У меня все как-то есть. Ты похожа на колхознень. Мне вообще не нравится. Вообще не нравится. Ребята, я не знаю, когда выйдет этот влог. Но я хочу сказать всем вам спокойной ночи. Все, следующий влог уже будет. Ой, следующий фрагмент уже будет в следующем влоге. Все, всем спокойной ночи. Всем до завтра.